Коллеги, всем добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию. С нами главный тренер команды гостей, команда «Динамо Минск» Дмитрий Вячеславович Квартальнов. Пожалуйста, тренер, ваши комментарии по прошедшей игре. Знаете, наверное, такое слишком... Очень много сегодня такого... Дали соперник такого уважения, знаете, просто они хорошие ребята, и играть мы с ними сегодня не хотим. Они хорошие пацаны, они не бороться, ничего не надо было делать. Вот это тот момент, который мы не должны делать, мы выходить должны играть. В общем-то, о чем договаривались. Ну и, конечно, наверное, технический брак сегодня у нас был, знаете, если так вот посмотреть все-таки на прием, передачу. Вот эти вот голы пропускали. Знаете, нас больше, соперника меньше проходит передача, идет бросок. Ну, такая, знаете, чуть-чуть... Сказал бы, наверное, в другом месте, что это такое. Ну, пока не буду говорить. Ну, вот такое полное разочарование. Такое ощущение. Мы сегодня два периода, по-моему, были из другой лиги вообще. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Тренер, воды еще надо. Роман, давай. Водички хотите? Думаете, это... Сейчас сердечный приступ, да? То, что произошло во втором периоде, это все-таки, как Вы считаете, больше вина Вашей команды или заслуга соперника Спартака, который значительно добавил? Ну, я думаю, что наши команды перестали играть. Ну, во-первых, удалений были там. Я бы, конечно, подумал на... По поводу первых двух удалений в первом периоде, знаете, ну, там во втором вопросов нет, и шестой полевой, и эти удаления. Все-таки они немножко прибили. Прибили нас. Ну, в атаке-то надо играть, надо немножко напрягать соперника, заставлять его немножко... Ну, как-то силенки тратить. Ну, это нельзя просто так кататься. Здесь мы дали, все им отдали, и, в общем-то, они хотели, что хотели, то и делали. Вот это меня беспокоит. Я думаю, что, ну, они добавили чуть-чуть, но мы встали. Мы встали. Еще вопрос, коллеги. Антон, давай. Нормально, нормально. Это к трансляции, Антон, не переживай. Вы все правильно сказали, особенно вот насчет уважения. Правильно по хоккейному отметили. Некоторые игроки у вас, ну, действительно, слишком много уважения проявили. Будут ли сделаны выводы, не называя фамилии, по итогам этого матча? Выводы, в принципе, после каждой игры бывают. Знаете, тут мы можем сейчас говорить, там, третья игра у нас, первая, перерыв большой, вернее, четвертая игра, да, я так понимаю. Ну, опять же говорю, из игрового тонуса выходишь, ну, тут много можно так моментов. Но если так начать говорить, себя успокаивать, мы, наверное, это не будем делать. Вот этот момент. Я уже все, как бы, то, что вы сейчас спросили, озвучили, я это все сказал. Вот в этом весь наш, все наше поражение. Рустам. Рустам Шуфунин, Тас, Дмитрий Вячеславович, у меня два вопроса. Во-первых, Андрей Кореев в прошлом году играл в «Спартаке». Возможно ли, что вы пытались брать расчет? Может быть, Андрей знал, как играть против, как играют, вернее, лидеры «Спартака», а как бросают, может быть, на это тоже делали акцент при подготовке к этому матчу? Знаете, акцент мы делаем, разбираем соперника, но я думаю, что сегодня он был у нас лучшим игроком. Сегодня нам могли очень много забить. И он сегодня нам давал шансы. Очень много давал шансов. И, наверное, единственное, кого я забыл похвалить, это вратаря сегодня. Хотя пять вроде, ну, понятно. Нельзя его оставлять. Вот от слова совсем не его нельзя оставлять. Одного было. Вадим Шипачев сегодня набрал первое очко в этом сезоне. В предыдущей игре он без очков был. Во-первых, вот то, что ему там остается буквально семь очков до рекорда Сергея Мазякина, понятно, что он опытный игрок, но, как вы видите, не давит, может быть, как-то на него. Может быть, об этом чаще говорят, но он как-то на этом отвлекается. Что можете сказать? Нет, он опытный хоккеист. На него давление. Он прошел все, что можно. Все ады как бы так. И был под величайшим давлением. Ну, я думаю, что чисто он побьет этот рекорд. Тут нет сомнений. Просто, ну, еще раз говорю вам, не думаю, что его что-то как-то в сезон начался. Думаю, проблем не будет с ним. На подвом матчах нет ему вообще каких-то вопросов отдельных, претензий? Так есть всяком... Почему тут у нас ко всей команде вопрос? Ко всей команде. Я говорю, все, я сказал. Нужно играть, нужно стараться, нужно немножко напрягать соперника. Ну, когда ты не напрягаешь, когда ты вольготно себя чувствуешь, ну, наверное, вы выйдете сейчас, если вас трогать не будут, или что-то делать, вы доедете до ворота, бросите по воротам. Ну, опять же говорю, тут нужно какие-то вещи делать же. Хотя бы, ну, что-то обороняться, какие-то... Ну, обычные даже вещи. Ну, это школа хоккея. Коллеги, будут еще вопросы? Дмитрий Вячеславович, может, у вас есть какая-то мысль, кто будет стоять на воротах в следующей игре? Стоять не знаю кто, а играть кто-то будет, точно. Хорошо. Вадим Николаевич, давайте завершайте. Вадим Николаевич, вы про футбол? Дмитрий Вячеславович, полностью согласен, что в какой-то степени вот удаление, которое при счете 2-0, казалось бы, вели, да, и Спартак первый тайм Мальцев признал в перерыве, что хотя вроде настроились, но желаний и скорости не было совсем. Мне показалось, что еще я столько ошибок не видел при входе в зону. У вас столько раз была зона, не обратили внимания там? Мне кажется, я не знаю, чуть ли не до 10 раз при входе в зону были ошибки. Чем это объяснить? Тоже такой расхлябанностью какой-то. Ну, вы, наверное, сами ответили. Знаете, как зона, там потерь было очень много. Причина эти есть, причина эти есть. Еще раз говорю, тут надо нам подумать, недонастрой, что еще там, несыгранность, еще какие-то вещи. Но, опять же, говорю, тут нужно выходить, воевать, чуть-чуть напрягать, чуть-чуть заставлять. Нас могут обыграть, но чтобы так под бездаром вообще ничего не делать, вот это плохо. Коллеги, завершаем. Спасибо большое. Спасибо.